МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, чтобы начать отопительный сезон в так называемых социальных учреждениях школ и больницы, детские сады. Значит, и до жилого фонда дело тоже скоро дойдет. Так ведь даже? Да, но у нас вчера как раз воспитательницы в садике жаловались на то, что вроде как потеплеет скоро. Ну, в связи с тем, что будет система отопления запущена? Нет, на улице. Я прогноз погоды, к сожалению, не посмотрела. Не могу подтвердить или опровергнуть эти слова. Родители просто спрашивали, нужно ли нести какие-то теплые вещи в детский сад для детей. Они говорят, нет, не несите, потому что на улице будет 17-18 градусов, и отопление заведут. Будет тепло. Будет вполне себе комфортно. Ну, отопление – это не наша сегодняшняя тема. Сегодня будем говорить, но, на наш взгляд, не менее о важном. То, что касается многих и многих жителей нашего города, есть уже определенный резонанс, и вопросы появились к администрации города. У нас в студии Екатерина Безгачева. Это начальник отдела содержания улично-дорожной сети управления дорожной и парковой инфраструктурой. Екатерина, приветствуем вас. Доброго дня. Да, и вот о чем мы сегодня собираемся поговорить. Это подземные пешеходные переходы, которые так или иначе приковывают наше с вами внимание уже... Ой, на протяжении какого времени? Да, постоянно. Постоянно. Что-то с ними случается или, наоборот, не случается. Ну, давайте вспомним о том, что большой резонанс общественный поднялся летом прошлого года, когда у нас подземные пешеходные переходы попытались раскрасить. Ой, простите, закрасить. Закрасить, да? Много было вопросов. В частности, было много вопросов к подземному пешеходному переходу УЦУМа. Там всем известны гранитные плиты и вроде такой солидный материал. И много было вопросов, зачем закрашивать это все поверх краской. Прошел год, пешеходные переходы пришли в негодность. Появились всевозможные рисунки. Внешний вид испортился. Кроме того, начала отваливаться вот эта шелушица краска. В общем, с каждым днем практически, можно сказать, внешний вид ухудшался. И в июле этого года уже бывший глава администрации нашего города Дмитрий Осипов в своем телеграм-канале организовал опрос, в какой цвет следует покрасить подземные пешеходные переходы на сей раз. Не знаю, что получилось. Дмитрий Осипов не стал на посту главы администрации, а, собственно, работа эта была вроде как продолжена. О ней никто не забыл. Удивительное дело. Обычно бывает наоборот, а вот в случае с подземными переходами получилось, что дело было доведено до конца. Доведено. Ну, пока не совсем до конца, потому что есть еще пара подземных пешеходных переходов, где еще стены не покрашены. Но вот из СМИ мы тоже узнали о том, что многие кировчане снова возмутились тем, а что за цвет используется при покраске подземных пешеходных переходов. Там сравнения пошли какие-то страшные, ужасные, что спускаешься в этот подземник и сразу... Наваливается на тебя, да, эти ужасные какие-то ощущения. Давайте разбираться сегодня будем. Какие планы вообще администрация вынашивает в отношении подземных пешеходных переходов? Почему именно так получается, а не иначе? Какие тут вводные существуют? Какие цели? Собственно, с Екатериной мы и будем говорить. Да, хотелось бы вот обратить внимание... Так сразу без вопроса, Екатерина сразу в бой. Да. Была действительно опубликована запись. В Телеграме она была продублирована. Лично я голосовала сама на странице ВКонтакте у Дмитрия Валерьевича. Там вот я лично провела анализ просто по этой записи ВКонтакте. Она до сих пор там есть, можно ее посмотреть. Вопрос у него был, в какой цвет покрасить стены в подземных переходах. Этот вопрос поднимался неоднократно в администрации и ждали окончательного решения. Потому что, понимая опыт прошлых лет, не хотелось словить негатив. Были выставлены цвета. Изначально, кстати, он предлагал цвет слоновой кости. То есть такой светлый, не белоснежный, а именно такой бежеватый цвет. Но все-таки стали рассматривать другие варианты. И вот опрос. Как раз тут варианты светлый цвет слоновой кости, серый графитовый, желтый и яркий какой-то синий или зеленый оттенок. Было голосование. 722 человека проголосовало. И 39, практически с половиной процентов было за серый графитовый. То есть серый именно тут указан графитовый. Это значит более темный, нежели там светло-серый. И нам была дана команда. Опять-таки, конечно, администрации, потому что все решения все равно официально у нас принимает администрация. Она как бы их финальный орган, который дает нам задачи. А ориентировались исключительно на результаты этого опроса? Ориентировались. Вообще, в принципе, очень много где обсуждалось это. То есть и у нас, конечно, и на совещаниях. Так каждый, наверное, со своими, с каким-то кругом общения. Потому что, ну, мне лично было интересно, потому что понимали все, что если мы сейчас сделаем светлые стены, это опять будут и фломастерами тонкими рисовать, и баллончиками любой цвет ляжет идеально. То есть хотелось все-таки какое-то антивандальное что-то создать. Понимали, что невозможно все оттереть, а люди все равно у нас будут всегда рисовать на стенах, на потолке, и что только дотянутся. Я прошу прощения, я просто давно там не была. В подземных? Нет, вот именно у ЦУМа. Да нигде не была, но у ЦУМа, мне кажется, дольше всего. Ну, я про отцов могу рассказать, потому что там ежедневно, простите, прохожу. Плитка-то вообще вот осталась, вот эта гранитная кота? Плитка рассталась, плитка осталась. То есть покрасили-то ее опять? Там вот как раз два у нас пешеходника, их не покрасили. Это у нас в районе Лепсе завода и у ЦУМа. Расскажу, почему. У Лепсе у нас еще продолжаются работы там по входным группам. То есть у нас, кроме того, что покраска стен была, до этого тоже уже обсуждали, делали сюжеты, показывали, что мы делали ремонт подземных переходов. Начинали мы с Глобуса, с Большого, там делали. И потом остальные все практически сделали, то есть замена поликарбоната, металлический каркас мы шлифовали, красили на два слоя и делали где-то, делали сами входные группы, где это требовалось. Вот, сейчас завершаются работы на лепсе. Напоминаем, она должна быть закрыта чем-то для того, чтобы, собственно, осадки туда не попадали, чтобы можно комфортно заходить. Сейчас все пешеходные подземные переходы приведены в верхнюю часть, вот эта входная группа, в порядок. То есть мы этого и добивались. Были случаи у нас, когда в результате работ, то есть подрядчик еще не сдал работы, у нас уже все было изрисовано. Опять-таки, спасибо нашим гражданам, которые активно пытаются внести свой вклад, видимо, в таком проявлении. Ну, спасибо в кавычках, конечно. Да, конечно, в кавычках, потому что подрядчику пришлось это переделывать. Конечно, по камерам видеонаблюдения было видно, кто это сделал. Но так как несовершеннолетние лица, конечно, все у нас это затягивается с наказанием. Полиция занимается? Да, конечно, обращение было написано в полицию, да, что так и так был вот такой факт. И действительно испортили там ни один лист, там целая стена. Возможно, увидели фотографии в соцсетях. Как-то просто вообще нет никаких добрых слов. Ну, видимо, ребята максимально заметный след хотели, так сказать, оставить, да, от своей деятельности. И если вот к переходу УЦУМа возвращаться... Да, он тоже еще не покрашен у нас. Просто после вот тех событий, о которых говорил Владимир, да, что было тоже много возмущений, зачем... Год назад. ...плитку, да, закрашивать. А не было желания снять краску с плитки, то есть оставить покрашенную только вверх, а плитку все же оставить. Ну, она ведь неплохая. Ну, где-то фрагментами требуется ремонт. Ну, есть, да, там сколы, собственно, и та плитка, которая на стенах. И вот эти большие гранитные блоки под ногами тоже там есть, щели. Да, видно, что надо бы подмазать как-то это все подделано. Ну, просто кажется, что гранитная плитка более антивандальная, чем там светлая краска, условно говоря. Нет, так я понимаю, что, собственно, вот этих нехороших людей-то их и не останавливает. Им без разницы, по какой поверхности рисовать. Что гладко, плитко, что гранит. Либо по покрашенной поверхности, ну, не знаю. Да-да-да, но у нас вот у ЦУМа сейчас также сейчас не покрашен подземник. Там планируется у нас, опять-таки, по входным группам ремонт. То есть там внешние стены, внутренние стены тоже требуют ремонта. Там где-то очень большими кусочками отпало все. То есть там еще будет ремонт проводиться, и только потом будет проводиться внутренняя окраска стен. Возможно, это будет уже не такой, не серый графитовый цвет. Этот вариант рассматривается. Возможно, если с подрядчиком, если, ну, будет у нас резкое похолодание, то это перейдет уже на следующий год эта покраска. Но планируем успеть еще в этом году покрасить, чтобы все у нас подземники были выкрашены в равномерный такой цвет. Ну, вот после того, как в темный цвет покрасили эти объекты, какие-то обращения в администрацию прошли? Пошли? Ну, вот кроме того, что мы в СМИ увидели возмущение отдельных дожителей. У нас, знаете, как было? Работы по покраске стен мы начали проводить в начале августа этого года. Покрасили первым мы по улице Московская у мечты подземный переход. Покрасили и буквально мы, наверное, неделю ждали какую-то, ну, вот, хоть какую-нибудь обратную связь. То есть плохо, хорошо. Замерли в ожидании. Да, то есть мы туда выезжали из представителей метеоруправления, выезжали с администрации, много с кем. Ходили, смотрели, как по ощущениям у нас в этом году еще запланировано по свету, просто работы на подземных переходах сейчас как раз контракт будет заключаться в этом месяце. И мы спустились в этот переход. Мрачновато было, мы понимали, что темно, но мы знали, что у нас будет скоро освещение. Мы планируем, ну, сильно осветить подземные переходы. И решили, что такое покрытие, то есть на тот момент, вот эта неделя, никакого негатива к нам, никаких звонков, никакого вот этого аврала не было. Когда, иногда бывают же такие случаи, когда что-то там сделали, да, какое-нибудь действие, не знаю, какую-нибудь дорогу прогрессировали, еще что-то сразу. Аврал, все, все позвонили, написали, мы поняли, так, все, так делать не надо, мы так не делаем, все, исправляем ситуацию. Здесь такого не было, мы удивлялись, думали, ну как, ну что, хоть кто-нибудь информации никакой не поступал. Мы такие, подрядчик ждет, мы говорим, да, давайте все красим, все остальные. И вот у нас, получается, из семи переходов пять сейчас окрашены, и два вот ждут своего часа. Но проблема-то еще в том заключается, что уже окрашенные переходы, они уже подверглись воздействию. Там тоже художество, уже появились. Да, это уже было зафиксировано, да, пишут уже наши художники более светлыми маркерами. Светлым, по-темному. Да, светлым, по-темному, это там серебристые какие-то, ярко-кислотные цвета. И я думаю, что этого стало поменьше. То есть вот в плане разрисовки уже не так легко подобрать материал, которым это можно, где можно накрасить. Вот, и я думаю, что этого стало поменьше. Но когда рисуют, конечно, мы пытаемся оперативно отреагировать, все закрашивать вот на данный момент, чтобы этого не было. А вообще, насколько быстро привели подземный переход в порядок, насколько быстро он уже теряет свой вот этот товарный вид, скажем так? В плане даже вот сравнения с тем, что у нас еще был объект не сдан по площади Конева, подземный переход и то, что у нас поликарбонат. Буквально вот патриотчик только приделал этот поликарбонат на крышу, на стены. И на следующий день у нас уже все, мы получили целую стену. Буквально в течение суток, да. Вячеслав Николаевич в своем телеграм-канале писал об этом, да. И тут точно так же. Два таких объекта, которые постоянно подвергаются вандалам. Каким-то нападком, да, это остановки общественного транспорта и подземные переходы. Остановки общественного транспорта, сколько ты их не чистей, не мой. Не убираете объявления. То есть ты только убираешь все эти объявления, все какие-то рисунки проходят, я не знаю, день, и там опять все заклеено. Да, это так и есть. Екатерина, в администрации в вашем отделе рассматривался вопрос, каким-то образом кардинально эту проблему решить, чтобы избежать вот этих ежегодных трасс на покраску. Есть, возможно, я не знаю, какие-то мировые практики или в России какие-то удачные примеры, как с этим бороться. Потому что опыт многолетний, многовековой, наверное, он показывает, что если ты ловишь человека за руку за плохим занятием, ну, это послужит уроком. Вот такое показательное наказание, на мой взгляд, оно бы сыграло свою воспитательную роль. Да, у нас вот как раз-таки начала уже немного говорить, что заключается контракт на именно установку светильников. Также туда входит у нас установка камер, и это будет распространено на все подземные переходы. То есть я надеюсь, что это нам хоть немножко нас приблизит к красивому городу. А не может ли спасти ситуацию, я не знаю, возможно, заведение малого бизнеса куда-то в подземные переходы? Как раньше, помните, у ЦУМа были торговые какие-то точки. Ну, вот несколько лет назад в подземном переходе у ЦУМа были киоски. Там работают люди, там, соответственно, увеличивается трафик. Меньший промежуток времени, когда никого нет, и можно что-то нарисовать. Я не знаю, то есть вот таких вариантов не рассматривали. Ну, более там, да, становится живой переход. То есть под постоянным присмотром, да, находится объект? Такой вариант нужно, скорее всего, наверное, с администрацией проговаривать, наверное, именно искать тех, кто будет размещаться там. Я думаю, что желающие такие будут. В принципе, достаточно проходимые эти участки, так как от остановки, например, к другой остановке переходят. В подземном переходе, конечно, безопаснее, чем по покрытию. Вот, поэтому этот вопрос, я думаю, стоит рассмотреть. Возможно, в администрации какой-то будет у нас мотивированный ответ на это. А сколько вообще денег уходит на то, чтобы покрасить один переход? Или не по адресу немножко вопрос? Суммами, сметой вы не владеете. Нет, в принципе... Или поштучно, может быть, не считали. Нет, в принципе, есть понимание, но у нас идет расчет из квадратных метров, конечно же. Каждый переход, разная квадратура. Разный объем. И это находится, да, все у нас в контракте содержания. Поэтому точную цифру сейчас не скажу вам по стоимости именно краски. Но копеечная. Но непосредственно затраты это стоимость материала, краски самой и стоимость работы. Да. Это все. По-моему, мы как-то разговаривали месяц-два назад, и кто-то из администрации нам приводил пример. Что-то порядка 30 тысяч рублей как-то вот у меня отложилось в голове. Но сейчас могу сомневаться, могу ошибаться, конечно. Вот смотрите, еще момент, да. Я не помню, по-моему, у ЦУМа, да, переход был, который, помните, граффити весь был разукрашен? Да, был. Вот когда прям очень-очень много было этих рисунков, не было ли меньше заметно каких-то вот тоже вот вандальных таких? В общем, на общем фоне, я думаю, что меньше было заметно. Но я так понимаю, что эти рисунки то ли надоели, то ли, то есть они буквально быстро очень исчезли. Просто если весь переход разукрашен... Дождите, мы о каких рисунках говорим? Мы о больших каких-то профессиональных изображениях говорим, да? Да, но там такие были, по-моему... Там какие-то вязкие, две скадынка, по-моему, какие-то мотивы были или нет? Там, ну, какие-то вот крупные такие, я помню, что крупными пятнами... Насколько я помню, они просто все получились быстро очень изрисованными. Ну да, потому что по ним все равно рисуют. И в том числе какими-то негативными, там, оскорбительными надписями, изображениями и так далее. Да, такое тоже есть. Поэтому вот, кстати, к той записи по поводу выбора цвета, я читала комментарии, там опять-таки тоже большинство пишет, что давайте граффити, давайте, ну, какую-то художественную роспись, как бы зачем нам эти цвета. В принципе, даже вот этот наш серый граффитовый цвет, он хороший будет подложкой для будущего граффити, например. То есть в плане художников, я думаю, меня поймут, что это плотная основа. Сверху они могут напылить, сделать светлый там какой-нибудь тон и нарисовать на этом. Подобрать определенную палитру. И это будет выглядеть очень шикарно, поэтому в плане этого вопросов, я думаю, не возникнет. Единственное, найти кто... Ну, опять же, да, были бы желающие. Да, ну вот, да, как раз в своем телеграм-канале исполняющий обедности главы администрации Вячеслав Симаков, он же говорил о том, что если есть у нас желающие, творческие ребята, люди, пожалуйста, обращайтесь. Есть даже координаты, координаты даже указывают. В конце концов, вместо того, чтобы бегать по ночам с баллончиком, если вы действительно на что-то способны, вот выходите и делайте это официально. Ну, были звонки-то с предложениями своих услуг? К нам, вот, ко мне стекаются все звонки по тематике содержания вот этого, в том числе подземных переходов, и у нас таких звонков не было. То есть, чтобы так в администрации тоже, по-моему, не было. То есть, тоже бы они к нам все дошли, потому что все-таки мы бы уже думали, как, на каких условиях договариваться, какие сроки, какой конкретный переход, какое место. То есть, конечно, это там, допустим, был бы не весь переход, а определенный кусочек, который человек был бы, ну, в комфорте он бы это сделал. Поэтому у нас не было таких обращений. И среди своих знакомых, кто вот у меня, например, знаю, что занимаются вот какой-то, да, художественной росписью, именно такой достаточно большой делают арт-объекты, они говорят, что вот как-то все равно страшно. В общем, не очень привлекательно это все. Да, очень так, ну, непонятно вроде, нет, мы как-то нет. Давайте сейчас пообщаемся с Константином Сичихиным. Это руководитель группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог. Константин, добрый день. Добрый день. Да, мы тут разбираемся с подземными пешеходными, пешеходными переходами в областном центре. Никак не можем понять, что с ними делать. Администрация вроде усилия принимает. Закрашивают вот в очередной раз стены в подземных пешеходных переходах. Как мы знаем, тут же появляются эти надписи всевозможные. Снова, можно сказать, вся эта работа на смарку. У вас есть видение, как решить проблему? Ну, видение оно всегда есть, по той причине, что с данной проблемой сталкиваются не только город Киров, но и другие города. Если мы вспомним, ну, опять же, не люблю иногда делать сравнение с Москвой, но в Москве с данной проблемой боролись очень просто. Они просто поставили камеры видеонаблюдения, которые, можно сказать, на 360 градусов освещают весь подземный переход. И реально вот этих товарищей, таких нехороших, можно так их назвать мягко, да, которые у нас любят рисовать свои граффити, свои надписи, их просто не стало. Либо, если они чего-то рисуют, их быстро ловят и наказывают. На это и есть административные штрафы. Поэтому я бы со стороны администрации пошел бы с точки зрения не постоянно каждый год тратить по 3-4 миллиона рублей на перекраску подземных переходов, а с точки зрения безопасности и с точки зрения установки камер видеонаблюдения. На это не требуются такие большие деньги, чтобы в подземные переходы установить камеры. Потребуется, может быть, это 1500 потратить на все подземные переходы, там не так много надо и камер поставить. Но при этом, во-первых, это безопасность для граждан города Кирова. Во-вторых, мы все-таки сможем отследить этих засранцев, которые у нас любят так гореть в городе. Константин, Екатерина Безгачева у нас в студии, начальник отдела содержания уличной дорожной сети управления дорожной и парковой инфраструктуры. Екатерина, вот вариант с камерами рассматривали? А, Екатерина же сказала, что, собственно, заложены уже деньги, освещение и камеры одновременно. А, освещение и камеры. Да, освещение и камеры. Так что вот есть вариант такой, да. Ну да, надо начинать с этого. Надо начинать, ну как бы, надо начинать ловить этих товарищей, которые рисуют. Чтобы их поймать, один способ, не поставишь туда охрану, не будут же круглосуточно эти переходы кто-то охранять. Самый оптимальный способ это камеры фото-видео фиксации, которые будут подвязаны к безопасному городу, к системе наблюдения МВД в городе. И дальше, я уже думаю, что не каждый захочет что-либо нарисовать. По той причине, что их спокойно можно будет отследить и понять, кто они такие. Ну а если поговорить о том, что наши подземные переходы могли бы выглядеть более ярко, более красочно, я имею в виду вот эту идею, которой придерживаются многие горожане, а мол, давайте профессиональным художникам отдадим, пусть рисуют. И мы знаем прекрасно исполняющие обязанности главы администрации Вячеслав Симаков у нас обращался к творческой, так сказать, общественности. Да, ребята, заявляйтесь, приходите, обсудим, что там может появиться. Вот как такой вариант, Константин? Вариант неплохой, по той причине, что я в этом году знаю хороший пример, накрасен опять люди, жители дома, сложились там немножко финансовыми, нашли студентов художественного колледжа, заплатили им небольшую денежку, совсем немного, тысяч 10, наверное, за работу. И студенты нарисовали красивый рисунок советского мультика во дворе, у них там просто стояла ТПшка, которая относится к КТК. К КТК разрешили, раньше она была такая неприглядная, в таком, знаете, кирпичном цвете, как они в большинстве случаев, особенно некоторые такими-то непонятными, опять же, надписями разрисованы. Вот, и ребята из колледжа в рамках своей практики в течение месяца разрисовали данную ТПшку. Это хорошая практика, когда мы можем привлекать студентов в университетах, колледжах, будущих художников, будущих, не знаю, ну, конечно, они будут, может быть, там, в дальнейшем проектировщики и дорожники, но на первой стадии они, прежде всего, художники. Вот, и чтобы они свое творчество показывали вот в таких рисунках. Они ходили по подъездам, по дворам и рисовали вот эти непонятные надписи, непонятные граффити, как их называют. Спасибо, Константин. Константин Сичихин, руководитель группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог. Ну, полторы минуты у нас остается до рекламы и, собственно, до окончания беседы с Екатериной. По срокам еще можете, Екатерина, уточнить, когда вот эта подсветка будет, дополнительное освещение, вот эти камеры будут устанавливаться. Это все до конца года предусмотрено контрактом? Да, подразумевается, что у нас за один месяц они должны это все успеть на всех переходах сделать. А когда, собственно, должно стартовать эта работа? Я думаю, что со следующей недели, если у нас все замечательно подписывается, согласовывается, то все. От сентября и до середины примерно октября, да, раз вы говорите месяц? Да, я думаю, что такой оптимальный будет срок. Ну, семь переходов, я думаю, что времени более чем достаточно. Я думаю, что никаких аномальных погодных изменений у нас не предвидится, поэтому... Подсветка как вблизи переходов или внутри только? Свет, освещение внутри. Освещение внутри. У нас сейчас какая проблема, что заходим в переход, сейчас световой... Мрак, да, такой, темно. Поэтому темно, где-то у нас лампочки переграют, освещение старейшее, поэтому решено было все заменить не на одном где-то переходе, а сразу комбо на всех. Это, видимо, будут светодиодные какие-то вещи, светильники? Да, 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 уже современные светильники. Будут, значит, менять освещение. Вот опять-таки про камеры уже говорили. Но камеры подключены будут к безопасному городу, да? Ну, планируется, да, чтобы в едином комплексе они были, чтобы можно было отсматривать действительно. Ну и, да, тут, наверное, неравнодушие еще горожан много ролей играет, да? Да, хотелось бы, чтобы наши жители города, замечательно, самые лучшие, обязательно сохраняли свой город и только желали ему самого-самого доброго. Мы для этого будем стараться и делать все возможное, что в наших руках. Спасибо. На этом завершаем беседу с Екатериной Безгачевой. Это начальник отдела содержания уличной дорожной сети, управления дорожной и парковой инфраструктурой администрации нашего города. У нас будет еще одна небольшая тема, но уже после рекламы. Спасибо. В Кирове 12 часов 32 минуты. Мы продолжаем нашу беседу. И у нас еще одна небольшая тема. Тема культуры. На ближайшие почти 10 минут накануне появилась новость о том, что в нашем городе появится литературно-музейный центр, где будут проходить встречи с писателями, литературные уроки и творческие занятия для школьников. И все это благодаря гранту в 400 тысяч рублей эти деньги выиграли музей Александра Степановича Гриневского, он же Грин, и Михаила Евграфовича Салтыкова, он же Салтыков-Щедрин. На наш взгляд, очень важная тема, потому что даже судя по тем соцсетям, различным сообществам, постоянно видишь какие-то литературные встречи. У кировчан есть запрос на то, чтобы встречаться с авторами, чему-то учиться. И вот почему бы действительно не создать такую централизованную хорошую площадку для того, чтобы там это все практиковать. Нина Тадыбаева, знаменосвязи, заведующая сектором музея Александра Грины и литературного краеведения Кировского областного краеведческого музея. Нина, приветствуем вас. Здравствуйте. Да, добрый день. Нам бы хотелось поподробнее, чтобы вы рассказали об этой инициативе, об открытии литературно-музейного центра. Как, что, для чего, почему, какие планы, в чем суть. Давайте подробно осветим. Есть у нас примерно 8 минут для того, чтобы пообщаться. Да. Спасибо. Мы совместно, наш музей совместно с Кировским отделением связописателей России подал заявку в Фонд культурных инициатив на финансирование проекта по созданию литературно-музейного центра. Центр, он не будет прикреплен к какому-то музею, он будет виртуальный. Мы будем проводить творческие встречи с вятскими писателями, будем проводить музейные уроки по творчеству писателей, встречи с ныне живущими, а музейные уроки уже о писателях 20 века, 19-го, 18-го, вот, вятских писателей и их каких-то творческих и духовных связях, да, с литературой, большой литературой, да, российской, вот. Вот, и, допустим, обязательно у нас будут уроки музейные с показом экспонатов из наших фондов, которые относятся к тому или иному писателю. Допустим, у нас есть экспонаты, переданные в Дар-музею писателям Леонидом Дьяконовым, да, допустим, у нас есть экспонаты, к примеру, свидетельствующие о пребывании в эвакуации в Кирове писателя Евгения Шварца, старый такой, писатель, драматурга отечественного, вот, и мы можем демонстрировать какие-то экспонаты, тем самым погружая нашу аудиторию, да, школьников, знакомство не только с вятской литературой, но и вятскими литературными связями. А скажите, пожалуйста, взаимодействие с кировскими школами, оно каким образом будет выстраиваться, вот как непосредственно ребята к вам будут попадать? То есть предложение будет школам сделано, что вот смотрите, есть такой центр? Да, будет сделано предложение, и я думаю, что школы будут записываться на эти уроки, мы сделаем всем рассылку, желающие могут поучаствовать в нашем проекте. Вот мы вообще планируем сделать, провести в рамках гранта, вот у нас с октября, грант реализуется с октября по март, мы проведем первый этап, да, работы у нас вообще проект, который союз писателей изначально разрабатывал, проводить на площадках школ, ну, сто уроков вятской литературы. Мы этот проект присоединились к нему, да, и сделали его на базе музеев, музей Грина и музей, дом музея Залтыкова-Щедрина. Вот, и решили, что это было бы, это обогатит проект, потому что мы можем не только рассказывать, но и что-то показывать музейное. Вот, и я думаю, что мы проведем вот эти первый этап 50 уроков, в следующем году еще 50. Вот, 25 разработаем музейных уроков на тему, про которую я говорила уже, и 25 будет встреч с писателями, с нашими адскими писателями. Вот, у нас будет 50 уроков, и это предложение мы презентуем в рамках нашей работы грантовой, и в дальнейшем, то есть школы, которые откликнутся, они могут прийти к нам на этот проект, а в дальнейшем мы оформим эти 50 уроков как музейный абонемент, который могут школы заказывать и уже в рамках нашей такой, да, текущей работы посещать эти уроки. Ага, Нина, а можем мы по персоналям поговорить немного? Писатели, да, то есть это только кировские писатели, кто, что за писатели там, в каких жанрах работают? Насколько это интересно будет школьникам, да, пообщаться, то есть они там, я не знаю, это... Смотрите, есть у нас, вводят ежегодно в наш музей, в доме музея Салтыкова, Щедрина и музей Грина, у нас вот два литературных музея в городе, вводят учителя, школьников знакомиться, да, с творчеством Грина, с творчеством Салтыкова, Щедрина, и вот у нас в музее литературного кроведения у нас проходят выставки по, допустим, вот недавно была выставка, была творчество Павла Павловича Маракулина, нашего писателя-натуралиста, проводят выставки, в том году была выставка в столетии писательской организации, посвящена, вот, там и Дьяконов, и Порфириев, и Ситников, и... С основания, да, писательской организации люди тоже, их деятельность была раскрыта, вот, и так как в школах нет предмета такого, да, ну, литературного кроведения... Но, увы, да, да. Не во всех школах есть вообще родная литература, да, и преподается она, вот, ну, не хватает времени на это, и нам бы хотелось этот пробел восполнить. Да, мы понимаем, конечно, да, в том числе и эта задача стоит, конечно, да, очень важная. А скажите, пожалуйста, обычные кировчане, там, не школьники, которые уже давно окончили учебное заведение, но по-прежнему любят наших писателей и поэтов, они смогут попасть на эти встречи? На встречи, я думаю, безусловно, они могут прийти просто, но построенная работа будет, да, как раз этого проекта. Я думаю, что на взаимодействии со школами, но я думаю, что мы можем делать версию из-за взрослых. Да, нет, мы понимаем, да, что тут подрастающее поколение в приоритете, но все-таки, да, нельзя сбрасывать со счетов то, что большое количество поклонников. Встречи с писателями в рамках нашей основной деятельности, то есть как бы нет проблем встретиться с кем-то, да, допустим, желающим людям, потому что они и у нас в музеях проводятся встречи, и презентации, допустим, книг проводятся, и проводится глиотека города, поэтому... То есть здесь мы, допустим, хотим привести писателей, которые живут в Кировской области, допустим, не все живут в Кирове, да, но мы можем в рамках сделать какие-то встречи такие, которые редко проводятся здесь. А в следующем году, в следующий этап у нас запланирован... Да-да-да, мы слушаем, у нас буквально минута осталась, да. Да-да, что мы бы хотели выйти на сельские школы. А, на сельские школы. Да-да, в следующем году, то есть у нас в гранте написано, что мы, если у нас удачно мы пробируем этот проект сейчас, то в следующем году мы попробуем написать продолжение этого проекта, да, на более широкое финансирование, чтобы мы могли привести, допустим, учащихся в сельских школах и сделать для них такой туристический литературный маршрут на выходные. Допустим, они приезжают на выходные, посещают один музей, потом другой, вот, и таким образом вот... Расширить географию, да, соответственно, проекта, да. Да, и экскурсии по городу, литературные экскурсии по городу тоже в будущем мы планируем делать. Все, спасибо большое. Вот, по местам, как бы, литературу местам. Да, спасибо. Где можно следить вот за этой вашей деятельностью, коротко, это группы где-то в соцсетях, сайты? Да, это будет информация размещена на сайте в официальной группе Кировского областного краеведческого музея и на сайте Кировского отделения Союза питателей России. Все, отлично. Тот, кто интересуется, сможет туда зайти и всю полезную информацию подчеркнуть. Спасибо, спасибо. Нина Тадыбаева с нами была на связи, заведующая сектором музея Александра Грина и литературного краеведения областного музея. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю программу «Дневной разворот». Дарья Топузлиева. Владимир Сметанин. Всего доброго, до свидания. До завтра. Прямой эфир «Культпоход» ровно в 12. Ну, а на сегодня все. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова